Итак, подкаст «Хэштег Песня дня». У нас сегодня в гостях Ром Марио. Ура! Ну и, как обычно, наши соведущие, да, Александр Прокопович и Святослав Текучёв. Ром! Здравствуйте. Вы так раньше времени «Ура» сказали. Да. Может быть, сейчас. Мы уже просто очень рады тому, что... Да, ну что ты переслешь. Конечно, «Ура». Вот удивительно то, что вот до этого у нас были гости, которых я знаю так много лет, что страшно представить. А с тобой мы на самом-то деле знакомы лет 10. И то так, знаешь, эпизодически, здрасте-здрасте. Потом, конечно, мы знакомились больше и за кулисами, и на сцене. И обычно мы рядышком всё время в концертной программе, да где-нибудь мы рядышком находимся. Я всегда в кулисах тебя слушаю. Это взаимно. Да. Действительно, последний год, полтора были мероприятия. Да. У нас с тобой рядышком. Я стоял перед тобой. Или наоборот. Или наоборот, да. И мне так отрадно и так приятно, что ты сегодня к нам пришёл. Я, на самом деле, очень внимательно всё послушала. И не только сегодня. Сегодня вообще я влюбилась в песню «Танец космонавтов». Это просто для меня космос. Я считаю, это так здорово. Вот это такой романтик. И одновременно шалопай и шалун. Это просто замечательно. И чувство юмора. Мы на одной волне. Это совершенно точно. Я тебя буду сегодня... И знаешь, я с тобой буду просто знакомиться. Вот так, по-человечески. Я надеюсь, что мы будем дружить. Правда же? Давай будем дружить. Точно. И я буду у тебя спрашивать какие-то такие вещи, которые обычно люди, когда знакомятся друг с другом в процессе, они друг другу эти вопросы задают. Если у тебя будет вопрос ко мне, я с радостью отвечу. Я знаю, что ты из Екатеринбурга. Я знаю, что вы умудрились целой компанией народу. Вас там много, екатеринбуржцев. Вы взяли и вот кланом поднялись и приехали в Москву. Ты был первой ласточкой или кто-то перед тобой? Там Калямба, я знаю, там Урьевский. Вас там много. Нет, Вася Саратовский. Целая шайка. То, что касается неабардов, мы как раз там все из разных городов. Но вот наша группа, которая потом даже распалась еще на какие-то творческие объединения, группа «Ромарио», там я первый переехал. Да и вообще, я играл. Ты наверняка знаешь группу «Блюз Докторс»? Ну, конечно, да. Вова Демьянова, нашего великого блюзового гитариста. Именно «Блюз Докторс» входили в состав группы «Ромарио» до того, как мы переехали в Москву в 2007 году. А Калямба и все, что стало группой «Ромарио», это была параллельная группа «Кедры-выдры», которая там победила в каком-то конкурсе, в финале, в котором нужно было переехать в Москву. И там оплачивалось жилье, запись альбома. И, короче говоря, я приехал один обустроиться группу «Блюз Докторс». Они такие у меня уже были постарше и вообще уже тоже пожили в Москве, уже вернулись разочарованные. И не присоединились к моему этому дерзкому плану. А с группой «Кедры-выдры» ровно наоборот произошло. Они все приехали, но тот проект не пошел. И полностью состав группы, который так или иначе в разное время играл со мной в Екатеринбурге, они оказались вот просто, тронгрессировали в Москву. И мне для этого ничего не нужно было делать именно по привозу их. И так вот мы все оказались вместе, но раз уж мы этого момента коснулись, я не могу. И раз уж ты перед этим репетировала песню «Весна» Александра Шевченко, то я обязан сказать, что этого всего бы не произошло, не случись в моей жизни Александра Шевченко, который просто взял и, познакомившись со мной, я еще жил в Екатеринбурге, я просто показал ему какие-то песни свои. Он прям посреди первой же песни поставил на паузу и говорит, «Женские песни ты готов писать?» Я говорю, с удовольствием попробую. Он говорит, езжай в Екатеринбург, собирай вещи, приезжай в Москву, будем вместе работать. И он меня вот привез, помогал записывать первые песни, снимать первые клипы. Два года снимал «Квартиру», например, давал деньги на карманные расходы. Саша такой... Вот такой вот Сан Саныч. Когда я сказал, а вот у меня тут музыканты, они уже переехали, ну надо тут тоже с квартирой помочь, там еще, мы же давайте, мы же группой, вы же будете помогать, вам же потом это все воздастся. Он так тяжело вздохнул, сколько нужно? Я говорю, ну тут еще одну квартиру возьмете на себе. Сан Саныч еще год снимал «Квартиру» и калямбе с ребятами. Абсолютно святой человек на самом деле. С ума сойти. И ничего не прося за это взамен, на самом-то деле. И все наши робкие мечты, что это когда-то как-то воздастся, это, конечно же... Просто в какой-то момент у него силы закончились тянуть вот это вот наше. Он сказал, Ром, там как-то вы уже тут усвоились. Уже сами, да? Уже все хорошо, да. Вы там давайте уже сами и как-то давай разойдемся. Мы друг другу ничего не должны. Я говорю, ну как, я по жизни, по гроб жизни вам благодарен. Он говорит, ну как-то получится вернуть этот долг. Я буду рад. Не получится ничего страшного. И мы с ним, вот эти отношения наши, продюсеры-артисты, вот они быстро, моментально перешли в просто приятельские отношения. И в какой-то момент жизни мне удалось вернуть и кармические долги, и финансы. Я видела, как вы общаетесь. Я видела. Еще совсем недавно, когда был юбилей у Юра Давыдова, мы все вместе отмечали, и он в этом концерте принимал участие. Да, это была наша последняя встреча. Да, и моя тоже с ним последняя встреча. Я очень много работала в студии. И как раз Алсу весь проект тоже пела, все бэки, естественно. Да, я там с ним познакомилась. И тоже, конечно, человек из нашей матрицы совершенно. Да, абсолютно. Удивительно. Ты знаешь, я хотела спросить, но уже ты ответил опосредованно на этот вопрос. Как Москва встретила? Москва-то город сложный. Я на самом деле, если бы меня спросить, Маш, а ты бы переехала? Я сто раз задумалась бы, потому что, ну, это требует колоссальных усилий и внутреннего стержня, которые у меня есть. Не факт, что я готова потратить усилия, понимаешь? Но потом я родилась в Москве. Мне, конечно же, проще и сложно представить то, что вы там пережили, когда вы оторвались от своих там просто родных улиц, родителей, и приехали в другой город. Конечно, когда есть такой человек, как Саша Шевченко, то можно себе представить... Да, именно такого ангела московского. Да, более мягкий прилет. Плюс он не только один, он же свою еще команду какую-то. Света Примакова, подружка Сан Саныча, она взяла нас в оборот по мелочам, по быту. Это человек, кому можно просто позвонить, задать вопрос, когда ты не знаешь, что, куда поехать. Как пересесть с одной станции метро на другую? Не было даже айфонов в те времена. Поэтому все по картам мы ходили в первые месяцы жизни в Москве, по этим, по бумажным. Поэтому Сан Саныч окружил нас еще частичкой своего личного быта. Те же самые студии, вот студия Алсу, записывал первые песни. Это тоже так, попасть сразу же. Это же было у Кальяна Ивановича, да? Это было у Игоря Крюкова. У Крюкова. У Игоря Крюкова на большой артынке. Я помню, что написал такую эпиграмму, что я был когда-то светлым и невинным, любил поп-рок и не любил попсу. Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в студии Алсу. Александр тоже прекрасно знал Сашу, да? Не просто, да. Для меня это просто... Сашка, поближе к микрофону. Ну, да. Ну, Сан Саныч, это сказать гений, сказать человечище, это не сказать ничего. Потому что действительно человек, от которого исходил просто свет. Вот реально исходил свет. И с ним было невероятно комфортно. Жаль. Да, это точно. Безумно жаль. Очень жаль, да. Знаете, что я думаю? Зато звучат его песни. Он, конечно, человек особенный. Я напоминаю, вообще-то подкаст наш, это то, что я пою по заявкам своих подписчиков. Которым я давала слово, что буду выполнять практически все их заявки. И я с гордостью, значит, как мне кажется, несу, принимаю этот вызов. Но эту песню никто не заказывал. Просто был концерт памяти Саши, который организовывал как раз Юр Давыдов, группа «Зочи». И мы там как раз с тобой тоже пели и играли. И я думаю, что сейчас будет совершенно уместно спеть эту песню Александра Шевченко. Если ты к нам присоединишься, будет здорово. А я уже с вами. Все, поехали. А там как пойдет. Да. Старая, старая сказка, ночь так длинна, в небе луна. Самая главная тайна, есть у меня одна. Синее-синее море, а над волной свет неземной. Может, узнаю я скоро, что это вдруг со мной. Улетели белые метели, почему же мне ночью не до сна? Мы с тобой знакомы две недели. Что же ты со мной делаешь весна? Чистое, чистое небо, солнце в руках, льется река. Все расскажу я тебе, но вот только не знаю, как. Тихая песня случайно будет слышна возле окна. Самая главная тайна, самая главная тайна, есть у меня одна. Улетели белые метели, почему же мне ночью не до сна? Мы с тобой знакомы две недели. Что же ты со мной делаешь весна? Что же ты? Что же ты со мной делаешь весна? Улетели белые метели, почему же мне ночью не до сна? Мы с тобой знакомы две недели. Что же ты со мной делаешь весна? Улетели белые метели, почему же мне ночью не до сна? Мы с тобой знакомы две недели. Что же ты со мной делаешь весна? Что же ты со мной делаешь весна? Что же ты со мной делаешь весна? Ах, да. Субтитры создавал DimaTorzok Ну вы не грустите, он наш ангел-хранитель оттуда, так что все хорошо У них там вообще джем, будь здоров О, там собрались Да, за последнее время там Там посильнее его составчик Да, это точно Слушай, скажи, пожалуйста, ты музыкант, ты чего подался? Я не знаю Вообще, как это случилось? Вроде как ничего к этому не располагало Я до сих пор не понимаю Вроде как и музыкантом-то себя особо не могу назвать в полной мере Я же не знаю ни грамоты, ноты, ничего вообще Но я все время с первого или второго класса, я прям помню В первом классе уже что-то писал Во втором я уже представлял, что я вырасту и буду заниматься тем, что я пишу песни и их пою И, в принципе, пока ничем иным я еще не занимался Как-то удалось до этого дня протянуть Ни разу, ни разу, например, не заработав там ни какой-то копейки на жизнь каким-то иным способом Другим способом, да? Нет, ну понимаешь, вот, например, я в пять лет заявила родителям на дни рождения, что я буду певицей и актрисой Эрни выговаривала? Да, попросила взять себе фортепиано на прокат И с этого все началось Я хотела только петь Я мечтала, ну, естественно, я понимала, что нужно заниматься Ну, как любой ребенок еврейской семьи Я была сразу отдана в музыкальную школу хоровую И занималась с удовольствием Я очень это любила Я понимала прекрасно, что я родилась с табличкой на лбу певицы Папа мой вообще назвал меня певичкой до 18 лет Пока я ему не показала свою первую работу студийную с группой Квартал Первый блюз И он сказал, ну ладно, все Он заплакал, он такой сентиментальный был у меня Он заплакал, ладно, все, певица Больше меня не обижал, словом, певичка Но до этого момента всячески мешал мне заниматься Естественно, они не были сильно рады, что я выбрала для себя это именно поприще Как смысл жизни профессиональный А ты мне скажи, у тебя музыкальная, я знаю, что папа в индустрии, но скорее в теле Папа журналист Журналист То есть в тот момент, когда я был, не знаю, десятилетним, двинадцатым Когда все формировались вкусы и музыкальные и прочее Вот в этот момент папа был журналистом Потому что между получением диплома и возвращением его на радио Там это было начало девяностых Странные разные профессии, которые были какие-то, ладно В общем, это было непонятно даже, я не знаю, чем папа в это время занимался Но в какой-то момент все было как-то очень уже совсем непонятно И один из знакомых говорит, так слушай, у нас радиостанция открылась Вместо того, давай, ты же журналист, иди делай там свою программу И с тех пор папа уже стал иметь непосредственное отношение к радио, к телевидению И постепенно, постепенно развивалась А мама у меня была филологом То есть я больше как раз не музыкальная, а такую вот языковую историю То есть если брать песню, то я все время, конечно же, тяготел к словам, нежели к гармониям Потому что вот мама филолог, мама мне всегда показывала, указывала на ошибки В песнях, например, мы любили разбирать И это как-то тоже сформировало, то есть именно какую-то аналитику она мне привнесла Что именно является частью профессии сонграйтера То есть я себя четко, если я музыкантом себя не могу идентифицировать Ты себя именно как автором Да, автор-исполнитель, и вот сонграйтер, более даже емкое слово, оно уже так русифицировалось Ты ставишь меня в тупик, знаешь почему? Вот извини, что я тебя перебила Большинство людей, когда я их спрашиваю, задаю им этот вопрос, они отвечают, чтобы девчонкам нравится Понимаешь? В большинстве случаев, или вот хотят прекрасной жизни Даже неважно, есть наличие талантов, нет Вот любого человека спроси, вот ты с чего начал заниматься музыкой? Девчонкам хотел нравиться там? Или еще что-нибудь? В основном, именно петь, вот именно, а ты песни сочинять хотел Это немножко совершенно из другой оперы, это уже веление души такое Да, чтобы нравиться девчонкам, как раз я научился играть на гитаре, чтобы петь песни, которые этим девчонкам нравились А мы попали... То есть ты по-македонски, с двух рук, обе цели ты Да, то есть я, конечно же, хотел и сочинять их, и петь, но так как непонятно было, нравится это девчонкам или нет Будет ли это нравиться, то я, конечно же, значит, во-первых, нам повезло, что в то время, вот в середине 90-х, все девчонки, сейчас даже смешно подумать, что так было, самой модной группой в Екатеринбурге того времени, в моей параллеле, это была группа «Чиша компания» Ух ты! Они были супер популярные, там еще вот номер один, не знаю, в 95-м году Это вы там продвинутые, у нас здесь Кармен Да? Вот у нас как-то наша школа... Не, ну у вас же там вообще... Да, конечно же, он один из двух Все равно с уклоном в рок-музыку все должно было быть И вот самый поп из рока в тот момент это был «Чиш», и поэтому хотя бы мне было что учить на гитаре, то есть учить «Чижа» приятнее, чем Кармен Согласна Слушай, а вот я где-то в классе четвертом, лет мне, наверное, уже 11 было, я вдруг осознала, что весь мир состоит из Сан-Рэма, что ли, из Филичиты и Белой Панамы Я вдруг поняла, что где-то же должна быть другая музыка, более яркая, более экспрессивная И буквально через год мой близкий товарищ, Женщик Финкельштейн, который сейчас занимается, он очень известный музыкант, русская классическая гитара, действительно просто корифей, профессор И он мне поставил тогда Deep Purple, Rainbow, он мне поставил, естественно, Арию, я начала учить голосить, значит, Джан из тех королев Мы учили песни Андрея Макаревича, выходили на балкон и голосили, и внизу у нас там кафе «Зеленый мыс» Если колдыри местные, значит, нам оттуда, хорошо, хлопали, значит, отлично, у нас все получалось Если они хлопали, то мы шли опять репетировать Я уже тогда осознавала, что вот этот вот, скажем так, формальный мейнстрим меня не очень интересовал Мне что-то хочется другое, к чему лежит душа, исходя из моего, скажем, экспрессивного характера и такой натуры У тебя это что было? Вот никогда об этом не задумывался, точнее, часто меня спрашивали, но я никогда, вот этого ответа у меня не было Сейчас я прямо с тобой сижу, разговариваю, понимаю, что ты меня поймешь, как мне повезло Опять же, связывая ниточкой историю, что вот папа пошел работать на радио, радиостанция была Екатеринбургская Но в 97-м, по-моему, году ему сделали предложение, что радио 101 в Екатеринбурге хотят... Кирюха Кальян там Да, начиная там от Юрия Костина, там Кальян, Дмитрий Широков, Ирина Букшевская вела программу То есть это удивительно было И папа, там работа-то была не пыльная, сразу две радиостанции, русская и радио 101 Папа возглавил, это что, это был пульт, нужно было просто уводить на рекламу на местную, ставить ее и через песню выводить новости Все, 10 минут в час нужно было такое делать эфир, вставки, вот эти вот рекламные, екатеринбургские Я в то лето был вторым в истории, мне кажется, в Екатеринбурге звукорежиссером радио 101 и русского радио Потому что работа была очень простая, меня быстро научили, мне уже было 12 лет и все это понимал прекрасно Потому что работал звукорежиссером дядя, дядя, когда мог уходить на пару часов куда-нибудь Потому что мне нужно было два раза Есть Кобзок, нет Кобзок Один раз в час, да, раз, раз, раз Но по поводу этого окошка-то, я особо не слушал радио 101, потому что я больше к русскоязычной музыке всегда тяготел И из Москвы они присылали сборники радио 101 live тех артистов, кто вот в эфире был, пел, и они нарезали по песенке И вот через эти сборники, там буквально два альбома, я узнал, что есть, там, не знаю, вот тот же самый Александр Шевченко был на этом Группа «Старый приятель», там, Константин Никольский, что Евгений Маргулис «Соль на ате машины времени» поет там песню «Как в кафе надо побыть холостым» Вот группа «Ронда я буду помнить» поет И вот Ирина Сурина группа «Гроссмейстер» Вот это все то, те гиперссылки, которые я уже позже сам нажимал и узнавал, вот эти вот миры этих артистов Которых даже никто так и не узнал вот до сих пор, да Мне-то казалось, что раз я вот это слушаю, значит, это знают все И вот, наверное, через вот эти вот диски-сборники радио 101 я как раз открыл себе пару десятков артистов И они очень сформировали, сейчас я, кстати, еще отвечу на один вопрос, благодаря этому Они очень четко у меня сформировали представление о Москве Потому что это все была очень московская тусовка, очень московские группы Вот «Старый приятель» — это очень московская группа Ее сложно представить в Омске или в Барнауле От Иванова исходил какой-то флер, там эти все бармены, которые там какие-то по Тверской, там в иномарке проезжающие Это все вот я представлял этот образ, там у Шевченко или там Сергея Трофимова Он был как раз перед тобой, он был подкаст с Серегой, да Вот я с тех пор просто, ну не знаю, у меня такой трепет перед ним, не знаю, я просто его обожаю Взаимно И они все очень московские, и у меня сформировался такой определенный образ Москвы И поэтому я в нее, как только я переехал, я стал даже внутри своей головы бродить по Москве Из песен тех своих артистов, которые я слушал Я даже не могу сказать, что это кумиры Кто-то стал им, кто-то нет, но они все равно сформировали 12 лет вот такое послушать, это очень сильно навсегда в тебе застревает и формирует тебя как-то Вот, пожалуй, такой вот ответ Спасибо Он все и Москву зацепил, и вот через, как папа сыграл эту роль, и что было тем окошком Ну, конечно, обстоятельства нас формируют, это точно совершенно Давай пой, пой давай, что хочешь спеть? А может, я тогда тоже, мы закроем тему Сан Саныча на сегодняшний подкаст, но не вообще Я надеюсь как раз эту тему развивать, скоро выйдет трибют В памяти Сан Саныча будет большой концерт Зови Да, все расскажу, когда и где А я сыграю песню, которую мы сочинили сразу же, после того, как узнали о том, что случилось Мы были с нашим проектом «Необарды» на гастролях, по-моему, в Ярославле Ну, вообще неважно, где мы были Где-то перемещались, это были предновогодние такие морозные дни И мы в гостинице взяли одну песню за основу, стали ее раскручивать И у нас теперь появился номер Мы даже уже перестали объявлять, на самом деле, что это песня памяти Сан Саныча Она настолько вошла в наш репертуар, и она стала не песней на случай А одной из даже таких программообразующих номеров Вот с удовольствием тогда сыграю, чтобы в ответ на песню «Весна» Тем более, кстати, в песне «Весна» в одной из редких песен нет бриджа Сан Саныч был фанат бриджей Бридж — это, ну, не нужно твоим слушателям, наверное, объяснить В общем, это яркий элемент Это просто к тому, что когда у нас был третий куплет, я говорю, мы не можем третий куплет В песне памяти Сан Саныча, мы не можем без бриджа Я помню, как я говорил, что нужно менять Хотя бы два аккорда поменяем, это уже будет бридж Но мы не можем себе позволить просто чисто эзотерически-кармически Снова в Центральном парке Дым невеселых дум Старенький Питер Паркер Дома забыл костюм Сердце его устало Требовать перемен Вот он какой, оказалось бы, Спайдермен Тьма нависает гротом Всюду крадется тать Бэтмен покинул Готэм Чтоб, наконец, поспать Крылья его обмякли И проржавел металл Вот он какой, оказалось бы, так летал С чего ты взял, что можешь всех спасти? С чего ты взял, что целый мир в твоей горсти? Что на твоем концерте будет полный зал? С чего ты взял Вновь под любым предлогом Свой отложив паркур Пустит бессмертный Логан Когти под маникюр Но разглядит сквозь полночь Мерно текущий стикс Вот он какой, оказалось бы, Люди Икс С чего ты взял, что можешь всех спасти? С чего ты взял, что целый мир в твоей горсти? Что на твоем концерте будет полный зал? С чего ты взял В горьком плену бессилье Мифов и пантомим Мы подрезаем крылья Даже себе самим Чтобы понять однажды В самом конце пути Здесь кроме нас Некому нас спасти С чего ты взял С чего ты взял Браво Отлично Я в мурашках С самого первого аккорда Здорово Просто здорово Слушай Ну давай тогда про неубардов поговорим Московская Совершенно такой Сноп-пресноп я была маленькая Чтобы вот какая-нибудь попса Проскочила в моем плейлисте Такого быть не могло Обязательно Ну во-первых Чтобы ты понимала Я в цепях ходила Я там да Я с люберами дралась Это все было очень Очень жестко Да Я сейчас придумала Любералы Любералы Хорошее слово Да Любералы Я просто помню На рок-фестивале В Зеленом театре Мы прям реально с ними дрались Правда у меня была миссия Залезть на дерево Оттуда наблюдать за этим За всем делом Я наблюдала Но барды для меня Это были всегда люди Которые плохо играют на инструментах Не очень хорошо поют Заумные Поэтом можешь ты не быть А музыкантом быть не можешь Не можешь Заумные песни какие-то Совершенно И как правило Картавые и шепелявые И все в свитерах И все в свитерах Да Такой геолого-разведческого вида Все и мужчины и женщины У меня такое было представление Об этом Оно почти на 80% Полностью Когда говорят гора И там вот это все Я представляю Что они еще и на горе все сидят Как суслики Вот такое впечатление Обо всем об этом Поэтому когда кто-то Из моих друзей Как например Саша Прокопович Едет на Грушинский фестиваль Я его подкалываю Ну это конечно В логово бардовской песни Засланный казачок Я это все Не очень полюбляю Как говорят Не очень это все понимаю Но Этого нельзя сказать О Митяе Этого нельзя сказать О Алексея Ивашенко Есть же Алексей Ивашенко Да конечно Который так играет на гитаре Ребята И так поет Что просто можно сойти с ума И конечно есть уникальные Есть Тимур Шау Тимур Шау Конечно Да Втихаря дома Они по вечерам слушают Маклаф Не но тем не менее И вот ты человек Который сейчас так прекрасно Овладея голосом На пьяно Я так как человек поющий Я понимаю что это такое И ребята Которые по ту сторону Колонок Поверьте мне Это очень сложно И сохранять такую динамику И Такую частоту Интонирования И там Тембристость при этом Это Это про меня Это про тебя Это дорогого стоит При этом ты здорово Играешь на инструменте Как стыдно При Маше живем Я стал Подпевать там Весне двое Нет Мне это будет очень приятно Я просто Ну это очень А Колямба Какой у вас там Парень тоже Потрясающий Зазмечательные песни пишет И поет Я все Хочу с ним поближе познакомиться Мне несколько песен И он нравится Хочу у него выпросить Разрешение их петь Ну тут как раз таки Мне кажется Что в бардовской песне Вот как раз таки Главная душа Душа вообще везде Главная Но удивительно Где-то тембр Где-то техника требуется Но удивительно То, что ты говоришь И транслируешь Что ты не знаешь ноты И тебе не верю Такого быть не может Ну не может же, правда? Ну что, ты не знаешь Где находится дон На нотном стане? Первый октав Ну да Так я примерно Эту октаву знаю, конечно То есть все это На интуитивном На твоем совершенно Внутренних каких-то Настройках Настройках Это все вот Ты сам себе Выстроил внутри, да? Ну я не могу сказать Что я этим не занимаюсь Естественно Я сижу И просто интуитивно Пошагово Ищу какие-то ступени Которые Отзываются С моим вкусом И с тем Что хочется Но я То есть Был вариант Получить Это Получить Много лишней информации Да Потратив Да А вот можно было Прийти к этому Не трогая Ничего того Что не нужно И неинтересно Как собственно Я и выше В это образование Не получил Я один курс Отучился То есть у меня Так очень тяжело С усвоением Не нужной информации Идет осознанный подход Ко всему Ко всему От звука До фонем До всего Я лучше Три дня Проищу эти три ноты А потом Пройдет музыкант Образование Скажет Господи Это же И Какое-нибудь слово Я говорю Да Но я сам Но я сам Это понял Давайте Поаплодируем Ребята На самом деле Да Это супер Как говорил Лев Толстой Истинное Истинное Знание Есть усилие Мысли А не памяти Потому что И когда ты помнишь Что-то хотел сказать Нет Сейчас А все Я Толстого Процитировал Это по этому поводу Совершенно замечательно Вот именно Музыкантский анекдот Когда Папа Сыну Объяснил Что такое Доминант Цептаккорд Пусть узнает Лучше от меня Чем у кого-нибудь На улице Да Ты не ругайся Пусть лучше от меня Лучше от меня Чем у кого-нибудь На улице Это точно Я хотела Спросить про Необарда Просто когда Я послушала Для меня Это открытие Я всем начинаю Рассказывать Своим знакомым Это не барды Это не барды Это необарды Это совсем Другая история Вы не те Пацаны В свитерах С горловиной Вот этой Да Геолого-разведческие Вы совсем Другие ребята И Вы такие Вы такие музыкальные Такие романтики Такие артистичные И Как вообще Эта идея Вам в голову пришла Кто вообще Придумал Это название Необарды Ну я считаю Что я Хотя первый раз Это слово Произнес Колямба Ну вот Многих слов Произносим Да и даже Но не зафиксировал Любералы Ну кто-то же Пойдет Сейчас Саша И Издаст Такой альбом Авторской музыки Он уже будет Собственно Первым Носителем Как сказать Обладателем Торговой марки Но как-то Где-то Коля Это слово Произнес В потоке Еще Синонимов Других Мне оно Понравилось И Потому что Мы Сами Мы даже Игрогруппы Аромарио Не понимали Что мы за стиль Играем Никак не могли Сформулировать Это первый вопрос Любого Случайного Любого Менеджера музыкального На какой прилавок Ставить будем И когда ты Не можешь Сказать Потому что Как ты Работаешь На каком-то Стыке жанров Доверяя Просто своему вкусу Работаешь В стиле Своего вкуса Мы начинали Изобретать Разные Гитаросексуальные Барткор Мы называли Много лет Эту музыку А когда Уже мы С парнями Мы знакомы Это были Много лет Но Мы не могли Эти же Много лет Встретиться Мы ни разу Зная друг друга Лет 7 Ни разу В жизни Не виделись В одном пространстве Единовременно Вчетвером Потому что У нас не было Единого Общего дня В одной точке Вы репетируете Друг с другом А потом Случилась пандемия И мы встретились Мы конечно Репетируем Так как мы Много выступаем То Как-то базово Что-то проходим И где-то К четвертому концерту Мы начинаем безупречно Когда Конечно Что-то новые песни Или Если мы готовим Мы проезжаем Например Эту программу Обкатываем И дальше У нас какой-нибудь Большой концерт Это возможно Все равно Только игра Накатывая Знаешь Да У меня состоялся Такой Дурацкий Совершенно контакт Фальш знакомство С одним из вас На Таганке Кто играет? Вася Уиревский Вася Да Вася У них есть группа Кама называется На Таганке Я как-то Я попала Я на самом деле Была очень искренне Потому что Меня потом отругал муж Сказал Кто тебя простил Своё мнение высказывать Я как раз из тех Кто считает Почему понакатанной Вот в эти моменты Когда мы встречаемся Когда мы репетируем У нас и происходит Вот эта вот возможность Мы уже потом Друг друга с полуслова понимаем И на концерте Что бы ни случилось Мускул ни у кого не дрогнет Всё вынесем Всё вывезем И всё будет как надо И на хорошем таком Энергетическом Едином уровне Поэтому скажи пожалуйста Вы Ну вот с Необардами Да Вы вот Недавно Относительно начали играть Друг друга много лет знаете А вот с ребятами Из Екатеринбурга Вы вместе росли Фактически Да Да Вы эти трансформации Друг с другом Как вообще музыкальные Ощущаете Потому что Не все выдерживают Испытание временем Очень многих Центробежные силы Растаскивают в разные стороны Некоторые друг с другом Разговаривать перестают Просто У вас как это Так же как у Всех нормальных людей Проходите через Да Потом возвращаемся Всё равно Когда есть какая-то Как это говорят Горизонтальные связи Когда что-то вот уже У нас есть Нечто большее Чем просто Группа И столько всего уже За плечами Столько Городов Историй И взлётов И падений И каких-то абсолютно Постыдных историй И триумфов Поэтому Это уже Складывается В что-то В какую-то Вещь Абсолютно Что важнее Отношений Да Она объективная И безусловная И Поэтому Например Какие-то Спорные ситуации К ним Мы даже Порой не возвращаемся У нас Жизнь Как ситком Устроена Ругаетесь Прямо Ссоритесь Вот если Мы можем Разругаться И в пух и прах Просто разойтись Послать По всем известному адресу Другому все Хлопнуть дверью И вот Несколько часов С пониманием Что всё Это было последний раз Но Чем отличается Сериал от ситкома Если вот сценарист Например Сядет молодой писатель То ему Продюсер всё время Объяснит Что в сериале Есть сюжетная линия А если Как заканчивается серия Следующая начинается С этого момента А ситком Это прямо такой жанр Когда Даже если В конце Серии Главный герой Выигрывает миллион То в следующем Он не миллионер Он снова оказывается На диване В носках И начинается Просто другой сюжет Вот И мы по принципу ситкома То есть мы Ругаясь пух и прах Мы всё равно Утром приходим И продолжаем Дальше репетировать Мы даже это не проговариваем Потому что это Ну и не конструктивно И просто Ну в этом нет смысла Конечно Это что-то такое Уже братское Я не знаю Ночь-то прошла Уже всё Другая жизнь Да Ну в общем да Обнулились Опа День сутка А жизнь Женщины Я знаю Женщины могут Разрушить любой коллектив Да Жёны у вас как Йокооны у вас есть Коллективы Да В Неабардах история Что все очень дружные И такие Прямо так Неожёны Себя называют Неожёны Хорошо Какая прелесть А в группе Крамарио Наоборот Была история Змеиный клубочек Нет Не змеиный Но просто все Вот так вот Остерегают Свои участки Все Свои науважение Нет Не было такого Что мы именно Семейные Какие-то выезды Никогда В жизни Может это вас И спасло Да Это просто Две вообще Противоположные Какие-то Ролевые модели Ну и Неабарды В принципе Они появились В такой кризисный момент Группы Крамарио И они были Все отношения Были прям Прямо противоположны Тому Тому Что вот У нас накопилось А ревность Между двумя Это был Вот мы на карантине Очень сильно Там В какой-то момент Мы Все отказались Поехать на радиоэфир Потому что Вот с чего Вообще Неабарды как сложились Это очень спешно Что все парни И я их прекрасно понимаю Я же как руководитель Я говорю Вот надо все-таки Там Конец марта Они говорят Ну такая обстановка Ты что Куда мы сейчас поедем Мы из дома не можем выйти Я говорю Просто Вот ты на такси Ты вообще живешь В 8 минутах От студии Мне ехать из-за города 2 часа Человек один Согласен Там наш Саша Фомин Из Пенецкой области Готов приехать Ты Не можешь С Маяковки Ты не можешь Там Шостые энтузиастов Мы готовы Ну как Ну мы же группа Мы же В общем Они говорят Через неделю Сейчас все Уляжет А вот Конец марта был Сейчас вся обстановка Снимут Карантин И вот И поедем Я звоню на радио Они говорят У нас реклама идет Я говорю Ну вот извините пожалуйста Все Они снимают рекламу Через неделю Я говорю Ребят Ну что У нас эфир Так а что Что-то поменялось Только хуже стало В апреле-то еще хуже В марте стало Я говорю Так а в чем Как мы можем договориться Я понимаю Что я как руководитель А они в этот момент Встают в позицию Как бы им Это неинтересно Им Финансово Тут нет Некой заинтересованности Риски огромные Заболеть И при этом Как бы Итог общему делу Не так Их волновал В этот момент Непонятно было Что будет дальше И в этот момент Я вспоминаю Что у нас есть чат Необардов И я пишу Ребят Вот есть такая история Давайте вот на эфир Чтобы как-то спасти ситуацию Мне нужно было На радио сказать Ну какую-то альтернативу Предоставить Чтобы второй раз Не подставлять И в этот момент В течение двух минут Такие Вау классно На радио эфир Супер Вау классно На радио эфир Супер Я понимаю Что четыре самостоятельных Мыслящих Так же как я То есть фронтмены Не работники коллектива А вот фронтмены И у них совершенно иная То есть риски уходят На другую сторону Они понимают Что это им выгодно Потому что это радиоэфир Лично для них И это абсолютно нормальная история То есть я понимаю И своих соратников По группе И ребят Но эта вот их реакция Она вот определила На какие-то ближайшие месяцы Такую же легкость В принятии всех решений Потому что с группой Мы в какой-то момент Там где не было Какого-то финансовой подоплеки Все остальное Перестало Представлять интерес Потому что все уже В жизни к тому моменту У нас было У нас был бурнейший 2019 год С большими там Зальными концертами С гастролями С гонорарами И все Как бы все было Уже ничем не удивить И поэтому Что-то уже хотелось проверенное А здесь я почувствовал Что эта вот романтика Еще осталась Потому что Ну все как-то Нормально Какое-то тщеславие Еще движет Каждым из нас И поэтому У нас получилась Такая супергруппа Из четырех человек Где у каждого Вот это был Элемент тщеславия И желание Доказать 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 И поэтому Такая получилась Синергия Давай еще песню Я спою лирическую песню Из своей будущей пластинки Которую Вот-вот Надеюсь запишу Такой мой будет Сольный альбомчик Все Больше даже Нечего сказать Ранний год Поздний час Ближний круг Горящих глаз Вино И дым Куплеты И припевы А мы Целовались Как в последний раз Хотя Тогда Был Точно Самый Первый Поздний год Ранний час Редкий круг Таких же Нас Вино И Дым Политика И Сплетни А мы Обнимались Как В последний раз Хотя Тогда И Вправду Был Последний Сложный год Все Скользят Между Между Можно И Нельзя Вино И Дым Натянутые Жилы А мы Расставались Мирно Как Друзья Хотя Потом Ни разу Не Дружили Лучший год Прежний Пыл Легкий флирт И крепкий Тыл Вино И Дым Действительность Иная И Я Наконец-то О тебе Забыл Забыл Хотя Зачем-то Вспоминаю Браво А мне знаете Сейчас Пришло В голову Что Ассоциация Такая Очень Похожа По тембру Голоса И где-то Даже Может быть По Словому Майкл Фрэнкс Да Есть Точно Я тоже Словил Словил Да Точно Я думал Марк Фрейдкин Скажет Нет Что он был Большой С густым Голосом У тебя Другая Совершенно Спасибо Спасибо тебе Это второй Комплимент После того Что Маша Сказала Я просто Я прекрасно Даю себе Отчет В своих Слабых Сторонах И вокал И интонирование Не было Никаких ошибок Что ты выдумываешь Я никаких ошибок Не услышала Интонационных Знаешь Какая придирчивая Ужас Просто Ужас Ужас Спасибо тебе Огромное Слушай С тобой Разговаривать Так же приятно Как тебя Слушать Замечательно Куда я попал В чем подвох Прыгай на ручки Прыгай на ручки Где У тебя У тебя Невероятно Красивая Супруга Марго Мы с ней Немного знакомы Улыбчивая И Завоевать Такую женщину Это Это надо быть Тобой Это нелегко Я знаю Точно Мы Слишком рано Встретились Да Да Я еще был 18 Да На самом деле У них Трое детей Ребят Можете себе представить Трое детей Я только одного Увидел Да там Ромочка Средний Да это средний Трое детей И ты Я часто Смотрю все Что ты пишешь Там в фейсбуке И фотографии Эти красивые Ты конечно Невероятный отец Ты вообще Помогаешь жене В быту Да Я им стараюсь Заниматься Полностью Потому что У меня такая профессия Прекрасная В этом плане Что мне не нужно Утром просыпаться И убегать И ночью приходить Просыпаться Когда еще все спят И возвращаться Когда уже все спят Я конечно могу Уехать на пару дней И каждую неделю Я куда-то уезжаю Но остальные дни Четыре Ты не манкируешь Своими Я наоборот Я пребываю В полном Вообще счастье От этого У меня какая-то Видимо детская травма Когда мне было 12 Тот же самый 97 год Верните мне Мой 97 У меня родились Две сестры-близняшки Двойняшки Конечно Ну то есть Не конечно А точнее Будет сказать И я Получается Когда мне было 15 Им 3 Я очень любил Их забирать Из детского сада Отводил все-таки Папа А забирал я Мне вот нравились Мамы Такие взрослые Я вроде бы как папа Как будто Если чувствовал взрослее Мне процесс Очень нравился Потом я их Приводил во двор Мы вместе с друзьями Сидели там В садике В соседнем Например На лавочке И вот Девочки Как-то Мне это всегда Очень нравилось Нравилось помогать Родителям в этом Они спокойно Приезжали с работы Когда им нужно Там они в 5 часов В 7 Или в 8 И эти 3 часа Я был За главного И у меня Я чуть позже Это сформулировал Когда не мог понять Почему я никому Не доверяю Отвезти детей В садике Сколько бы Не нужно было Просыпаться И в каком Главное В каком состоянии Если даже В 5 утра С какой-нибудь Пьянки Вот я возвращаюсь Я всегда В пол восьмого Вставал Если нужно Отвезти в садик Потом мог вернуться И дальше уснуть Но у меня Вот этот момент Привезти и забрать Мне был он Дико важен А всем остальным Все на меня Как на сумасшедшего Смотрели Но всем это было Дико удобно Что есть такой человек Который Ни няня Не нужна Ничего Здорово И вот школа Сейчас уже школы Есть две Садик Вот один новый Наступает И вот это все Я очень люблю И очень люблю С ними гулять И вообще максимально Я помню Вот свое детство И свои вообще Радости детские И у меня очень счастливое Было детство И мне хочется Еще чтобы оно было Счастливее У детей И мне кажется Что я чувствую Что они чувствуют И вот Через это чувство Я и сам получаю удовольствие И мне кажется И им тоже Его доставляю Вот Это моя такая Вот абсолютно Радость И я ее никому Ни с кем Не делюсь Поэтому стараюсь Все время проводить Вместе с детьми Это замечательно Меня папа вообще воспитывал Он был все время дома Он был болен А мама работала И главным моим другом В жизни Они были моими друзьями Но папа был Самым главным человеком В моей жизни Ну чтобы ты понимал Он до 15 лет Мне волосы расчесывал Я маму к волосам Я вообще никого К волосам не подпускаю Все знают Мне за волосы Вот у нас тоже есть такие ритуалы Которые только я могу сделать Да И папа Вот он умел Не дернуть меня ничего И я это безумно ценю Ну вот ты вот Это же сейчас у тебя вызывает Какой-то трепет Этого вспоминания Я так вот хочу Чтоб у моих детей Ты меня сформировала Конечно Вот такое обо мне было И он меня забирал Она может быть ложным Я бываю разным Нет-нет-нет В этой жизни Но хочется вот таким Но это внимание Которое ты уделяешь им Скажи, пожалуйста Вот я, например Когда Симка, моя дочка Взрослела Росла Я ощутила На ней Что петь-то им нечего Особенно Ну хорошо Там Шаинский здорово Ну еще какие-то песни Но они уже вне времени Этого И им по большому счету Не очень интересно было петь Я помню Я сочинила несколько песен Одно из них На стихе Агния Барто И мне даже разрешила Правоприемница Что она практически Никому не разрешает Петь эту песню И Думи с Олькой ее пели Я написала Несколько замечательных Мне кажется Таких для них Веселых композиций Которые они с радостью Исполняли Ты для своих Пишешь что-нибудь Чтобы они что-то пели Чтобы у вас была Какая-то своя Песня Нет Я поначалу писал Про них Ну даже не то, что про них Маргоша Это моя первая Дочка И это первая моя Травма И любовь И я Ей очень много всего написал Ромаша бедный Но он уже У него Достоился А ему уже Вот 8 лет будет Но как-то Вот Маргоша стала Моей музой И что-то Что-то я писал И ей А Писать им Нет Они поют Какие-то Им очень нравится Москва-Нева Им очень нравится Еще несколько Моих песен Вот искренне И абсолютно Не воспринимают Все остальное Но писать Специально Для детей Мне кажется Почему-то Получаются Какие-то песни Детские песни Которые взрослые Слушают Вот именно Писать песни Языком детей Нужно Быть немножко Моложе Либо отдельный дар Такой Вот есть детские писатели Ты второй человек Который говоришь Эту фразу Что детское творчество Это для взрослых Которые смотрят Как дети Поют взрослые тексты Нет А я именно Знаешь Говорю Про те замечательные Мультфильмы Которые в моем детстве Были В твоем детстве Были Ведь Были чудесные песни Которые И бременский музыкант И до сих пор Сделаем обязательно Подкаст Мультипликационные И даже если С точки зрения Сонграйтерства Арсений Там просто Кладезь Конечно Когда писали Музыку композитора А стихи поэты Это вообще Самое большое Наслаждение В жизни Слушать Когда слова Написаны Поэтам А музыка Композиторам И когда складывается И когда это В детской песне Это вообще Высший пилотаж Это все еще Доступно сделать Доступно всем Это Абсолютно Абсолютно Прям высший пилотаж Но Часто Часто Вот так Получается Что Даже классные Сонграйтеры Даже Мои И наши Друзья Вот они И пишут песни Или там Пишут песни Для своих детей И я все понимаю Что вот Лучше Пусть дети напишут Это будет Менее технически Круто Но что-то в этом будет Вот расскажу Вот историю Простую Она просто На этой студии случилась Меня попросил Один Бизнесмен Помочь Записью песни Сына По-моему Ты мне как-то звонил По этому поводу Это другой был Другой, да? Такой тоже был Но вот история Которую Классно сформулировал Мой друг Саша Пантыкин Младший Сан Саныч Пантыкин Старший Дедушка уральского рока И ныне там Глава Союза композиторов Свердловской области А вот его сын Он очень классный Саунд-продюсер И мы с ним Он тоже из Екатеринбурга Тоже живет в Москве И вот все Что нужно было сделать Помоднее Или там, например, радио-синглы Мы все время делали Что-то по рок-н-ролле И по отвязни Мы справлялись Сами А когда он уже был Продакшн Мы все время Обращались к Саше И он нам Все это делал И вот Шли годы Да и было Это нам всего лишь Слегка за 30 Когда все это произошло Мне вот Звонит бизнесмен Говорит 15 лет Парень Вот послушай песню Я слушаю Классно Хит Песня про Узбека Которую Вот ему Типа Это его То ли домработник То ли То есть уже Такая смешная Как бы Коллизия Но с большой любовью Написана песня Узбек Я уже прям Слушаю Хит Я звоню Сане Говорю Сане Работа для тебя Есть Как бы Бюджет Скажи Сколько будет стоить Твои услуги Он говорит Сколько лет Парни Я говорю 15 Он говорит Я уже Я типа Круто не сделаю Сане Тебе 34 года еще Он говорит Вот для такого продакшн Нужны молодые руки уже Чтобы это было Вот именно Тикток залетело Чтобы это вот везде Я уже Старенький для такой Я еще могу Вот сделать нашим Ровестиком Радио и сингл А вот 15-летнему парню Чтобы было круто Надо искать Вот 18-летнего Крутого Салон-продюсера Их уже стало Очень много Это вот Они там Молодое искусство Постигли Не обезображенные Нашим советским Образованием Вот эти вот И вот этим Ну много чего лишнего Особенно по саунду Это отдельная же история Сколько всего И девяностыми И прочими И нулевыми Да везде Это было во все времена Очень много Очень плохой музыки И очень плохо Спродюсированной Вообще Искусство Спродюсированная Она до сих пор Слабо сформулирована Вот Но выросло Целое поколение Ребят Рожденных Там В 2000 году То есть он уже С другой музыкой В голове рос У него совершенно Иное даже Представление О прекрасном Надо делать с ними Я уже И мне С одной стороны В тот момент Мне была обидна Я как раз сидел Надо микрофон Я как раз сидел Вот здесь На студию Вова Осинского Записывали демку Вот с этим Мальчиком И я просто Сейчас это вспомнил Потому что у меня Прямо все ассоциативно Все совпало Что мне было Обидно Что Саня не с нами Что мы Надо сейчас Кого-то придумывать Но с другой стороны Мне так эта мысль Понравилась Что я сам Так стал Часто даже Отвечать И сам Вообще Стал куда-то Перестал гнаться Особенно За молодость Вот именно За юностью Надо стараться Мужчина Который мужчинит Сорока Фу Я убью себя Я про 15-летних Это целый мир Да, конечно Так как у меня есть дети Которые все это слушают Я это тоже все слушаю И я понимаю Что это просто Другая планета Мы там Даже не пассажиры Это точно Мы там Пылинка В складках бытия Но у нас есть Свои планеты У нас есть свои планеты И там тоже все хорошо Да, когда говорят Планет еще долететь Им надо Да, это точно Когда спрашивают Что такое классика Что такое классика Классика Музыка Проверенная временем В первую очередь Конечно же Поэтому Еще посмотрим Что и как оно будет Да Там с точки зрения Вечности Там гораздо хуже Вот именно Там и вообще Срок жизни Очень короткий Не то, что даже Мы там говорили Годами Сейчас это Три месяца Уже все Через Там Те героини Тиктока Которые были Супер в тренде Пару лет назад Сейчас То есть Ромаша Это уже старушки Что ей уже 19 лет Это уже все Они уже больше не актуальны Как все быстро Даже десятилетия Не продержаться У нас замах Конечно большой Замахнемся на вельям Нашего Шекспира Вот например Песня Очень многие Просят Мои подписчики Дунаевского Исаака Дунаевского И Максима Тоже Это тоже Уже Исполнено Обязательно споем На подкастах Вот так вот Живем Что называется Так-то я пою В приложении Смули Да Пою в приложении Смули Мне все спрашивают Во-первых Все ругаются Что я пою за рулем Я говорю Ребята Пользуйся случаем Я вам всем говорю Я не за рулем В этот момент Просто приложение Смули снимает В зеркальном отражении Я сижу на пассажирском сидении Вам кажется Что я сижу за рулем Я пристегнута Вы не беспокойтесь Все хорошо За рулем Супруг мой Вот Трезвый Трезвый Да Пристегнутый тоже С правами Да-да-да С правами Я сижу за рулем Но меня эвакуатор увозит Просто Нет-нет Не дай бог А рядом Соседние машины Смотрят Как я Все это выделываю И крутят Мне пальцем У виска Вот песня Данаевского Как раз Вот музыка Которая Столетия продержалась Да-да-да Мы говорим Про три месяца Вот музыка Которая продержалась И самое интересное Удивительно То, что Если нужно Объяснить Дочери Предположим Половозрелой Что такое Любовь Это же такое Не любовь Достаточно Прочитать Текст этой песни И ты все Сразу поймешь И поймешь Свои чувства И свое смятение А уж как Музыка хороша Просто восторг Звать любовь Не надо Обожаю Эту песню Звать любовь Не надо Явится нежданной Счастье расплеснет Вокруг Он придет Однажды Ласковый Желанный Самый Настоящий Друг Взглядом Ты его Проводишь День Весь Как во сне Проходишь Ночью Лишь Подружки Девичьей Подружки Выскажешь Свою Печаль Если Все Не так Если Все Иначе Если Ночь Полна Цветами Если Сон Бежит Если Сердце Плачет Плачет Благодарными Слезами Если Целый Мир Стал Для Сердца Тесен Если Воздух Полон Песен Если Расставаясь Встречи Ищешь Вновь Значит Ты Пришла Моя Любовь Будут Все Нежнее Ласковые Встречи Будет Каждый День Весна Но Однажды Ночью В непогожий Вечер Ты Придешь Домой Одна Медленно Платок Развяжешь Слово Никому Не скажешь Ночью Лишь Подушки Девичьи Подружки Выплачишь Ты Свою Тоску Если Все Не так Если Все Иначе Если Думать Нету Воли Если Сон Бежит Если Сердце Плачет Плачет От Невысказанной Боли Если Боль Свою Этой Болью Меришь Если Ни Во Что Не Веришь Если Расставаясь Встреч Не Ищешь Вновь Значит Ты Ушла Моя Любовь Ушла Свою Моя 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 Рома У меня вопрос к тебе Вот вообще я был в Екатеринбурге много раз знаю много музыкантов у меня всегда представляется этот город достаточно суровым таким городом, там суровые люди. Я-то сам из Сочи, например, у меня там... И вот мне кажется, что ты больше сочинский, чем Свердловский, потому что, ну... Во-первых, у тебя мажорные песни. А для России это не характерно. Это скорее для морских курортных городов характерно. Вот ощущение света, море, счастья, кайф. И, мне кажется, ты... Ну да, у меня все песни написаны, вообще все. Я знаю просто, что там много уральских казаков, да, в Екатеринбурге, но мне кажется, у тебя какие-то донские корни, кубанские, может быть. Давай ветви искать. Ветви, пошли искать ветви. Они максимально все уральские и все уходят корнями прямо в заводской Урал. По одной из линий прямо вообще прорастают в заводах. По другой есть есть репетриированный как раз с Крыма бабушка. Болгарка, кстати, вот болгарка бабушка. Ну вот, да. Вот как глубоко зарыталант. Папа у меня наполовину. Получается, я на четверто все-таки болгарин. Это все ближе к Киркорову. Не к ночи будет помянут. Да, не к столу будет. Так вот. Примадонну. Я, когда начинал только петь уже с группой, лет 18 уже стал выходить в какие-то рок-клубы в наши, ну не Свердловские, конечно же, уже Екатеринбургские, то это все время очень с недоверием воспринималось. Все опять же из-за гармонии, из-за каких-то, в принципе, мелодий. Вообще попытка написать красивую мелодию, на Урале сразу же к гомосексуализму приравнивалось. Вот в нашем рок-клубе нужно было, чтобы это все было в лучшем случае, чтобы это был арт-рок. Если ты хочешь что-то там погармонизировать, но если какой-то из простых нот сложить что-то симпатичное и запоминающееся, это очень подозрительно сразу же. И я прямо был, это я прямо ощущал какую-то инородность. Хотя у нас есть, условно говоря, самая популярная группа сейчас, не времен, когда были Наутилус, Агата Кристи, до сих пор есть группа Чаев. Они, в принципе, поют мажорные песни и создают на своем концерте такое ощущение какого-то студенческого праздника. Все в студенческую общагу превращаются, целые там олимпийские. И вот они как раз нас как-то заприметили и сразу же выделили в пятом году стали приглашать на разогрев выступать. Вот они как бы почувствовали вот это вот продолжение традиции хотя бы мажорной ну вот такой вот радостной музыки без суицидального наклона, без крови, без там наркотических трипов и так далее, что было очень очень модно и актуально. Кстати, о наркотиках. Поговори. Вопрос следующий. Я зашла на сайт Крамарё и там первое, что мне кидается в глаза, давайте пропьем федеральный бюджет. Песня такая прелесть. Будет что вспомнить. Нет, ну понятно, что мы все люди нашей профессии можем усугубить, ну так, в рамках уголовного кодекса, конечно. А ты вообще, в твоей, скажем так, биографии были подобные заходы на запрещенные препараты? На препараты нет. Я стал рано просто выпивать. Тоже неплохо. И с этим вообще живется очень весело. Я помню, когда у нас сухой закон был, я жила, тусовалась частенечко на планерной, там такой был ларечек пивоводы. Знаете, такой совершенно покосившийся барак и вокруг него стояли люди, когда туда завозили водку, стояли люди в три оборота очередь была. И как-то зимой выходит мужик, у него, значит, под подбородком вот так вот он бутылку держит, в каждой подмышке у него, значит, бутылка и в каждой руке бутылка. Его звали женёк. Да, женёк, он поворачивает голову и у него из подбородка выпадает, значит, бутылка. Он так руками делает и обе бутылки из подмышек выпадают и он эти две в руках держит. И обратно в очередь пошла. Не доставаешь и же ты никому. Да ты не доставайся, да. На самом деле вопрос такой, потому что люди, наши профессии частенечко бывают невоздержаны, но теперь я знаю про тебя очень много и точно наш человек. Точно наш человек. Замечательно, потому что я полностью солидарна и согласна, конечно, этого ужасного. Я ещё раз хочу напомнить нашим слушателям, что вы можете свои заявки нам присылать, можете подписаться к нам в соцсети, можете и в любом пространстве написать, что бы вы хотели, чтобы мы для вас исполнили, и мы будем наших гостей потом тоже просить, привлекать к этой практике, потому что, несмотря на то, что я рок-певица, я для себя открыла невероятный пласт потрясающей музыки и именно на русском языке, хотя меня просят много спеть и на других языках, но я очень благодарна всем тем, кто так откликнулся на вот эту вот мою рубрику, поэтому низкий вам поклон, ждём новых заявок. Тогда спой нам что-нибудь. Я что-нибудь можно спою снова лирическое? У меня какое-то печальное настроение в последнее время, и хочется же всегда петь что-то новое. Да, да. Что-то такое, например, что ещё даже там не напишешь либо в новый альбом, либо ещё даже не успел к ней приступить. Меня сейчас внутри прям разрывают по два-три варианта, чтобы вот такое спеть, но... совсем хочется неожиданно даже для себя попробовать. Если не получится её доиграть, мы... Перепоём? Да, или дай другую спе. Заграем. А ещё я хочу проверить ещё с той песни. Подстроиться, да? Да. Не мешало. Грифтой так было сделать. Грифтой Брат и сестра Случайно засиделись у костра Печальным блеском близких глаз Поняв, что жизнь Быстра Стали похожи Брат и сестра Стали похожи Брат и сестра Впервые Проболтали до утра Он шутит и тупит Она серьёзно, но остра Больше не спорят Брат и сестра Больше не спорят Брат и сестра 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 В одиночестве остаться у костра. Всё понимают брат и сестра. Больше не спорят брат и сестра. Стали похожи брат и сестра. И всё понимают, всё понимают, все всё понимают. Давайте споём ещё одну песню Сака Танаевского «Москвичи». А вы знаете страшную тайну этой песни? Нет. Первые слова вы не слушали. Даже на iTunes эта запись есть. Я не слышала. Неужели Екатеринбург? Затихает Свердловск. Хуже. Это как с подмосковными вечерами ровно такая же история. А в оригинале это песня «Ленинградцы», «Родные», «Друзья». Правда? Да, это песня про Ленинградцев. Я не знал. Как-то попросили переделать. Я после записи прям покажу. Это происходит как дитивный диссонанс. Когда ты знаешь досконально по молекулам эту песню. Это как параллельный континуум в фильме «Назад будущее 2». Но что-то происходит такое, что поются этим голосом другие слова. И ты сходишь с ума, потому что когнитивный диссонанс у тебя происходит. Но это когда меняют тональность на клавишах, ты играешь в одной тональности, а звучит другая. Да, да. Ты играешь в одной тональности, а звучит другая тональность, и у тебя начинается когнитивный диссонанс. Но это только если ты абсолютник. Да нет, у любого человека, у которого есть навык, все равно, да, не обязательно абсолютник. Абсолютный слух — это такое проклятие, я вам хочу сказать. Но я почему-то думал, что в этой песне про ленинградцев — это когда Утесов приезжал в Ленинград, и там дописались какие-то слова, изменились там про ленинградцев. Она, по-моему, была такой изначально, а потом уже партийный наркоз попросил. Хорошая песня, ну, как и ленинградцы. Давайте сделаем ее более, ну, что-то такое, надо эту историю сказать. Ленинградцевой. Надо почитать побольше, да. Ну, на самом деле, если говорить про меня, то я наполовину из Питера, наполовину из Москвы. Папа у меня из Питера, он был блокадником, мама москвичка. Хотя папа мне говорил, что я, конечно, уже москвич, потому что столько лет прожил. Гораздо больше, чем в Питере, уже прожил в Москве. Вот, так что с бацаем, с бацаем. А вот еще хотел, маленькая история. На каком-то одном из наших концертов «Песни дня» у нас, помимо того, что есть теперь подкаст, есть такая рубрика, значит, которая так и называется «Хэштег песни дня», подкаст также называется, и концерт называется также «Хэштег песня дня». И на одном из концертов был Сашка Елен, ты прекрасно его знаешь, да. Это прекрасный поэт, один из первых продюсеров, который прослушал меня, мне было лет 13, у него была группа «Примадонна», я приехала на прослушивание в эту группу, чудная, милая, еврейская, интеллигентная девочка, начала голосить Жанну из тех королев, он посмотрел на меня и сказал, зачем? «Деточка, зачем тебе это?» Я говорю, я хочу петь рок, он говорит, не надо, я хочу, а буду, он говорит, не надо. Я сначала обиделась, потом перестала обижаться, потом я все равно стала петь рок, и мы вот с тех пор дружим с ним. Так вот он, когда послушал весь наш этот концерт «Песни дня», он мне сказал, лихо текст написан, ох, лихо текст написан. Про москвичей? Про москвичей, да. Ну давайте лихую песню споем, да. Подпевай. Затихает Москва Встали синими дали, Ярче блещут кремлевских рубинов лучи. День прошел, скоро ночь, Вы, наверное, устали, Дорогие мои москвичи. Можно песню окончить И простыми словами, Если эти простые слова горячи. Я надеюсь, что вновь Еще встретимся с вами, Дорогие мои москвичи. Ну что сказать вам, москвичи, На прощанье, Чем наградить мне Вас за внимание, До свидания, Дорогие москвичи. Доброй ночи, Доброй вам ночи, Вспоминайте нас. Но когда по домам Вы отсюда пойдете, Как же к вашим сердцам Подобрать мне ключи, Чтобы песней своей Помогать вам в работе. Дорогие мои москвичи, Синей дымкой окутаны Стройные здания, Ярче блещут Кремлевских рубинов лучи. День прошел, Скоро ночи, Вы, наверное, устали, Дорогие мои москвичи. Ну что сказать вам, москвичи, На прощанье, Чем наградить мне Вас за внимание, До свидания, Дорогие москвичи. Доброй ночи, Доброй вам ночи, Вспоминайте нас.